Сегодня поговорим о Сабзире в МК-11, а именно о его сокрушительных ударах. Рассмотрим не только условия их активации, но и посмотрим, как Рашинг Блоу можно использовать в составе комбо. Логично, что недостаточно добиться одной лишь активации без последующего или предшествующего комбинирования, иначе это ценный ресурс, потраченный впустую. Добро пожаловать на канал как есть, меня зовут Алексей, и да начнется смертельная битва. Сразу оговорюсь, что все связки для активации сокрушительных ударов основаны исключительно на базовых вариациях, то есть соревновательных. Пока что не знаю, насколько Сабу повезло меньше, чем прочим бойцам, но все его сокрушающие не ведут на последующий джангл. Кроме одного единственного, который доступен и так всем бойцам без исключения. Да, это апперкот, вниз два. А значит, Крашинг Блоу Саб-Зиро в большинстве своем следует использовать как добивающий удар в связке. Выходит, что у Саб-Зиро 5 Крашинг Блоу в первой вариации и 4 во второй. Так произошло, потому что комбинации назад-вперед-3 вместо скольжения дает атакующий дэш в вариации холодные порывы. Следовательно, некоторые комбинации будут актуальны исключительно для вариаций чистейший лед. Для начала рассмотрим удары, которые выводят на Крашинг Блоу через наказание. Это единый для всех апперкот и в период 2-4. Безопаснее всего апперкот прописывать, пригнувшись под высокими ударами или проджектайлами, как это показано на видео. Также следует помнить, что нельзя начать наказание с любой другой комбинацией, но закончить ее в период 2-4. Потому как такой трюк не даст Крашинг Блоу, хоть это и будет паниш. В основе следующего Крашинг Блоу лежит комбо от 8 хитов и более. Начать атаку можно с прожатия клавиши 1-2, назад 1-4, 2-1, вперед 2, назад 3-2. После чего кинуть айсбол. С напрыжки ударить двоечкой и назад 2. После чего необходим дэш для коннекта 1-2-4. Если его не сделать, то сап не успеет восстановиться. Выполняется минимальное условие для Крашинг Блоу, то есть 8 хитов. Однако, если ты лютый задрот, то ты после назад 2 можешь ставить как минимум 1 единичку. У меня же получилось максимум 2. Но для того, чтобы они коннектились, необходимо перед нажатием на единицу каждый раз делать отмену дэша. Честно говоря, это очень геморно. И такой вариант комбы я все же советую делать в углу. Потому как там это делается значительно легче. Для того, чтобы появилась возможность активации следующего Крашинг Блоу, тебе необходимо успешно выполнить 2 усиленных слайда. И как ты уже понял, именно этот Крашинг Блоу доступен исключительно в вариации чистейший лед. И как я уже сказал ранее, выполнять Крашинг Блоу просто ради того, чтобы его выполнить, это глупо. Поэтому третий слайд мы запихнем в комбо. И да, я забыл сказать, мои комбинации ни в коем случае не претендуют на звание оптимальных. Скорее всего, они больше относятся к комбо для новичков или простые комбо. Начиная комбинацию с назад 3-2, я делаю все те же самые действия, что и в комбо 8 хитов. Однако, теперь после топорика назад 2, я делаю усиленный слайд. Вуаля, Крашинг Блоу. Для активации последнего сокрушающего удара необходимо успешно выполнить 2 захвата. При условии, что первый противник пытался разорвать, нажимая на пятерочку. Следовательно, захваты должны быть обычны, без нажатия клавиши вперед. И это является обязательным условием для выполнения этого Крашинг Блоу. Все захваты должны быть обычные. И напоследок я приберю комбуку с двумя Крашинг Блоу. Для этого необходимо сделать наказующий апперкот, после чего топориком назад 2 и моментально прожать айсбол. Даже небольшое промедление грозит тем, что не будет никакого айсбола. В напрыжке бьем двоечкой и назад 1,4,3. После чего делаем усиленный слайд. Я заметил, что если просто прожимать назад вперед 3 и усиление, то не всегда прием усиливается. Поэтому я рекомендую после прожатия назад вперед 3 регулярно нажимать на кнопочку усиления, что гарантированно дает усиление. А следовательно и Крашинг Блоу. Теперь тебе подвластны все 5 сокрушающих ударов Саб-Зиро. Я говорю спасибо за просмотр, Сэй. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.